действительно очень интересный пресендент вот мне кажется в аналитике это ни разу об этом не говорили да да но я на 9 но вот я не побоюсь я на 98 процентов уверен что это ну скажем так абсолютно заливочная игра там без спирита специально то есть грубо говоря вот это 322 я на 90 процентов это уверен как я же говорил на аналитике здесь тотальный хренивен у команды редкот как только они берут в общем 2 бкбшки на разор и на имбир спирите вот потому что он никакая игра плохая а разор в любом случае высасывает весь дэмошу вертолета и просто урона у команды не отец не остается то есть у них ну шансы камбэкнуть минимально как-то на майбэк как там на базе и так далее вот в принципе здесь видно что на 21 35 у него есть это же бкб он как бы хочет его купить потом почему-то он передумывает покупать сразу же здесь елнир типа ну ладно бывает его дело начинает покупать его со свитка не с гиперстона окей тоже понятно вот здесь он может убить героя но не убивает хорошо может быть неопытно не законтролил первое что странно вот просто как бы врывается в толпу видит героев вот по так вот здесь он может сам себя за юлить окей может быть переагрессировал ошибся но бывает по данному моменту не судят правильно ну если же как бы придалываться как секунд ко все моменты вот это допустим телепорт странный супер странный потому что команда убила вот их и пятеро живых у врага ты мертвых мертв вертолет не знаю нет нету но его надо выбивать он не как бы нету и он летит наверх и вопрос зачем смотрел то есть он прилетает наверх и здесь ничего нет то есть одно дело если бы он отпушил крипов что было бы адекватно если он прилетел вот тут под пачку убил две пачки и на духе вернулся назад он прилетает наверх типа абсолютно новички тут совершенно нет смысла прилетать наверх вообще никакого его команда вчетвером идет кушать вниз смотри два мертвых героя умник байбек все они выиграли или снесли сторону они 14 тысяч он летит наверх не имея крипов просто как бы летит наверх и бежит куда-то не имеете телепортала ничего то есть он только потратил и духа он тоже как бы не оставил что страну есть духе он не оставил духа что вернуться команде то есть что он делает действие абсолютно неправильно не команды то есть просто как будто тип улетел на базу фактически что момент когда вы 5 на 3 боевой герой улетает на базу грубо говоря становится пока на фантане это действий на руинище то есть слабый игрок слабо игрок так не сделать он этого просто не додумается даже а вот сильно игрок который понимает что можно чего-то заняться он допустим так сделать окей а дальше типа вот это тоже мне непонятно будет нападать на вертолеты терять у пол хп команда дерется в миде он до сих пор не купил портал заценивать посмотрел прилетел на верх не делает ничего уже полторы минуты. Потерял польэпп вертолёта, они покупает портал, не дерется ничего, просто занимается вот этим. И вот просто он бегает в тени, вот самое главное. Тяни, окей, он видит героев, ещё раз вертолёта видит, что, что сделать. Пойду, нажиму на него, потеряю все хп. И опять драться не могу, опять драться не могу, идёт ли он покупать портал. Нет, вот он ему долетел. Команда дальше дерется, он смотрит, он видит это. То есть не то что, знаешь, он реально видит это, что делает. Вернулся максимально возможно, куда можно. То есть он не близко, потому что он видит торговый его команда опять группируется, что-то делает. Команда дерется, у меня нету БКБ. Смотри, и самое главное, БКБ нету, посмотри у вас следующие выборы этого. Как его здесь могут убить? Только дизраптор поле поставить. Он делает линку, которая здесь совершенно не нужна, ради этого не рора, ничего. То есть его могут убить, там, поднять, застанеть, у дизраптора положить, но он делает, допустим, линку, а все же игнорит это БКБ, при том, чтобы вершину пробивать. Прыгнул в толпу, вот сюда. Это нормальный прыжок вообще? Кидает духа, специальность сюда, в толпу и вздыхает. У него есть ЕУЛ еще. Все еще 10 тысяч выиграют. Смотри, один тип отсутствует уже шестую минуту с командой, фидит, а в вертолета бегает, бьется. Смотри, его команда нашла дешерока, убила в соло. Я пойду, короче, опять бить эту вышку, что он к ней перестал, непонятно. Смотри, они внизу бьются, он все это видит. Он реально может прийти помочь, подобивать. Тут вертолет почти сдох. Смотри, а что он делает? Его опять? Нет, то есть уже 35 минут. Он улетел где-то на 24-й. Так, и опять на вертолета, в принципе, ну вот сюда. Угу. Тридцать пятая минута. Тип просто рестнулся. Враги не убили Рошана, то есть они не могут убить. Он пришел, сдох еще раз. Вот так вот. Команда опять без него. Он мертв. Команда уже все убивает. И вот наконец-то, спустя вот 12 минут тип специально фидил, типа руинил, не приходил драки. И вот спустя 20 минут команда 4 на 5 все-таки начала проигрывать. Вот настолько, типа сильно не вели. При этом, если он берет БКБ, его никак не убивает, даже если он вот так вот играет. То есть если он собрался играть вот так вот гиперактивно, гиперагрессивно, пожалуйста, бери БКБ, разводи и сколько вылезет. Вот смотри, опять его убивают, вот что БКБ нет, он просто стоит в поле и его типа правой кнопкой забивают. Ну о чем это? Человек реально покидает свою команду с 25 минуты и просто как бы он ходит, умирает наверху и к ним даже ни разу не приходит. При этом он мотает камеру, он видит все драки. И все, что он делает, он нападает на вертолета, теряет себе пол ХП, в надежде, что его убьют, его все-таки периодически приходят, убивают, не покупают БКБ нужную шмотку и просто стоит и долбит вот эту вот верхнюю вышку 10 минут на героя, который этого делать не должен. Слабого уровня игрок как раз может увидеть пущу крипов под своей вышкой и подумать, я полечу их за деплю. Вот это сделает слабого уровня игрок. Сильный уровень игрок пойдет с командой. Не покупка БКБ, очень подозрительно, хотя он хотел покупать, конечно, выбор артефактов, то, что он просто бежит и умирает и специально, специально видеодраки, вот он камеру мотает, он их видел, он специально не приходит.